МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер выпуска новостей – натуральные снеки Эст-Бали Кешью. Это новости на восьмом, а значит, ближайшие полчаса. Всё о главных событиях жизни Владивостока. С вами Юля Ракотская. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Меридианы Тихова в 17-й раз стартуют во Владивостоке. На звёздной дорожке по традиции ждут голливудских гостей, а в кинотеатрах – новых фестивальных показов. Я люблю Владивосток. Я здесь давно не был. Мы приезжали с гастролями Московского художественного театра. Широкий ассортимент продукции местных производителей. Выставка ярмарка «Приморские продукты питания» порадовала жителей и гостей Дальневосточной столицы. Это очень трудоёмкий процесс. Это неописуемо трудоёмкий процесс. Бывают такие моменты, что даже и спать некогда. Владивосток – время крепости. Визит-центр Музея федерального значения открылся в год 130-летия оборонительного сооружения. В этом году уникальному памятнику фортификации Владивостокской крепости исполняется 130 лет. Этот год по-настоящему счастливый для крепости. Также в выпуске. Автомобили в России могут подорожать в два раза. Очередное повышение ставок утилизационного сбора ожидается с 1 января. И ещё раз скажем, моряки открыли домашний хоккейный сезон. На счету адмирала на льду фетис в арене уже одна победа и одно поражение. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Цены на легковые автомобили могут вырасти на 110% Минпромторг, направив правительство предложение по очередному повышению ставок утилизационного сбора уже с 1 января будущего года. Индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин. Утиль сбор ввели в 2012 году. В 2016 году он был проиндексирован на 65%. Правительстве объяснили это девальвацией рубля. В 2018 году сбор был ещё раз повышен с 1 апреля в среднем на 15%. Но по некоторым позициям рост достиг 90%. После этого увеличились и цены на машины. Таким образом, если правительство одобрит предложение Минпромторга, то рост цен на легковые автомобили составит в среднем 110%. Между тем, по мнению экспертов, резкое повышение цен отпугнёт покупателей. Поэтому ряд концернов пойдёт на постепенное повышение на 2-4%. В Приморье сотрудник Россельхознадзора брал мзду за каждый вагон леса. Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении начальника Юго-Восточного отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. По версии следствия, с декабря 2018 по август 2019 года подозреваемый через посредника потребовал от руководства коммерческого предприятия, которое занимается лесоматериалами, ежемесячно передавать ему взятки – 1500 рублей с одного досмотренного вагона с лесоматериалами за бездействия, которые могут причинить вред интересам предприятия. В итоге на счёт посредника было переведено более 300 тысяч рублей. Впоследствии деньги были переданы посредникам подозреваемому. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Проведены обыски, допрошены свидетели, изъяты денежные средства. Выполнены другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и установление их аналогичных периодов преступной деятельности. Обоих фигурантам предъявлено обвинение в отношении взяткополучателя избрана мира в рассечении в виде заключения под стражу в отношении посредника и домашнего ареста. Приморские пограничники за сутки задержали 16 шхун и более 250 рыбаков из Северной Кореи за незаконный промысел кальмара, сообщает Пресс-служба регионального погрануправления ФСБ. После тайфонов иностранные промысловые суда, которые укрывались в бухтах Примории от шторма, покинули территориальные воды России. Однако вслед за мигрирующим кальмаром суда КНДР вновь вошли в исключительную экономическую зону. Такая активность северокорейских рыбаков повлекла за собой и наращивание силового присутствия береговой охраны в регионе. Сейчас на траверзе поселка Преображение уже находятся более сотни иностранных шхун. В этот район дополнительно направлены корабли пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Тем временем экипаж судна «Курильское озеро» спас терпящего бедствия корейского рыбака. У берегов Ольгинского района моряки увидели в воде человека, который держался на воде на куски пенопласта. Ему скинули два спасательных круга и подняли из воды. В воде он провел более 10 часов. После осмотра рыбака медиками его передали пограничникам. В ближайшее время его отправят на родину. Между тем, приморцы обеспокоены судьбой людей с выброшенных на берег корейских шхун. В соцсетях приморцы вновь начали задаваться вопросом, куда деваются члены экипажей с таких судов. Колбасы и сыры, дары моря, хлебобулочные изделия. Это и многое другое. А главное, от местных производителей представлено на ярмарке-выставке «Приморские продукты питания». Она работает на центральной площади Владивостока и радует посетителей разнообразием продукции, а также возможностью попробовать ее перед покупкой. Тему продолжит наш корреспондент Светлан Садовая. Овощные и фруктовые ряды, мясные, молочные, рыбные, кондитерские лавки. Атмосфера изобилия и праздника. Во Владивостоке проходит 23-я выставка-ярмарка «Приморские продукты питания». Чтобы принять в ней участие, предприятиям пришлось пройти строгий контроль. Продукция, которую здесь представляют, должна соответствовать самым высоким стандартам качества. Это очень трудоемкий процесс. Это неописуемо трудоемкий процесс. Бывают такие моменты, что даже и спать некогда. Вот как сегодня, например, мы очень готовились к ярмарке, мы практически не спали, чтобы успеть, чтобы все сделать. От больших предприятий по производству мяса до семейных ферм, где выращивают сельхозпродукцию, за счет этого живут. На ярмарку многие производители приезжают годами, с каждым разом увеличивая ассортимент и улучшая вкус своей продукции. Многие ориентируются на пожелания покупателей, ведь здесь почти у каждого много постоянных клиентов. Я посещаю каждый раз ярмарки, когда они проходят здесь на площади, потому что здесь все-таки можно купить те продукты, которые более натуральные, и все-таки местного производителя. В основном я покупаю здесь овощи, фрукты и морепродукты. Владимир Курбатов о Владивосток приехал из села Глуховка. Уже не первый год фермер привозит в столицу края гусей и индейок местной селекции. Гусь-княгиня и индейка-бояриня созданы специально для условий Приморского края. Их основная особенность в том, что эти птицы круглый год живут на пастбище и вообще не знают, что такое сарай. В этом году, кроме мяса и яиц, фермер привез на ярмарку еще и подушки, набитые экологически чистым и легчайшим гусиным пухом. Птица дышит чистым воздухом, питается чистыми кормами. Плюс к тому, мы не обрабатываем свою птицу ни антибиотиками, ни гормонами, что тоже немаловажно. Атмосферу праздника на выставке-ярмарке поддерживали также различные фотодекорации, на фоне которых горожане с удовольствием фотографировались. А также интерактивные зоны с мастер-классами. Кроме того, множество продукции можно было продегустировать. Традиционно в рамках выставки прошел конкурс «Лучший товар Приморья-2019». В нем приняли участие около 30 предприятий. Светлана Садова, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой… Владивосток. Время крепости. Визит Центра Музея Федерального Значения открылся к 130-летию оборонительного сооружения. В Дальневосточной столице стартует 17-й международный кинофестиваль «Стран АТР» «Меридианы Тихова». Моряки открыли домашний сезон. На счету «Адмирала» уже одна победа и одно поражение. Партнер выпуска новостей – натуральные снеки «Эст Бали Кешью». В сердце тропического острова Бали мы производим для вас натуральные снеки – орехи кешью, гранолу и попкорн. Орешки кешью обладают непревзойденным качеством и свежестью. Обережно собранные тропические ингредиенты – кокосы, бананы, какао-бобы и морская соль – идеально дополняют нашу продукцию, которая не содержит глютен, консерванты и искусственные добавки. Спрашивайте «Эст Бали Кешьюс» во всех супермаркетах города. Сегодня с вами Юля Рокотская, и мы продолжаем. Владивосток. Время крепости. Визит в Центр Музея Федерального Значения открылся к 130-летию оборонительного сооружения. В Дальневосточной столице стартует 17-й международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихова». Моряки открыли домашний сезон. На счету адмирала уже одна победа и одно поражение. Военная крепость, живущая как город. Визит в Центр Федерального музея-заповедника во Владивостоке открыт для жителей гостей города. Здесь подготовлена экспозиция «Владивосток. Время крепости». Она представляет историю и феномен Владивостокской крепости, которая в этом году отмечает свое 130-летие. Гости музея увидят предметы вооружения солдат рубежа XIX-XX веков, награды, документы, письма и фотографии из коллекции Приморского музея имени Арсеньева. Подробности в следующем материале. Объемная карта объектов Владивостокской крепости, созданная по состоянию на начало 1914 года, один из самых масштабных и интересных объектов экспозиции «Владивосток. Время крепости», которую подготовили в музее города на Петра Великого VI. Последние полгода это здание было закрыто на капитальный ремонт. Сегодня здесь временно разместился визит-центр Федерального музея-заповедника «Владивостокская крепость». В этом году уникальному памятнику фортификации «Владивостокская крепость» исполняется 130 лет. Этот год по-настоящему счастливый для крепости, потому что в этом году по поручению президента Министерством культуры учрежденно начал свою работу Федеральный государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость», чья миссия – вдохнуть новую жизнь. В зале, где расположена огромная карта России, отражены наиболее значимые даты в истории России и мира, которые так или иначе повлияли и на саму идею по сооружению Владивостокской крепости и на темпы работ. Например, Крымская война и Авачинское сражение, убийство эрцгерцогов Сараева и многие другие. А вот объекты самой крепости представлены на объемном масштабном макете. Присутствуют элементы интерактивности, есть те вещи, которые должны увлечь в плане познавательном, то есть и ориентированном на более младшую аудиторию, то есть та, которая может посмотреть соответствующие экспонаты, покрутить их, обратить внимание на какие-то вещи, участки смотреть на дела, задать еще военных инженеров, фотографии, тексты. Все это, мне кажется, должно, во-первых, привлечь, а самое главное, создать то необходимое условие, тот импульс в умах тех, кто посетит этот музей, для того, чтобы больше и больше изучать историю Владивостокской крепости. В соседнем зале идет рассказ о людях, которые строили крепость и служили в ней. Здесь можно увидеть образцы вооружений, знаки отличия и нагрудные знаки, бинокли и многое другое, например, копии приказов коменданта крепости. Например, такой. 29 мая 1910 года по случаю еврейского праздника Пятидесятницы комендант крепости приказал нижних чинов войск крепостного гарнизона иудейского вероисповедания освободить от занятий 31 мая и 1 июня и уволить в синагогу для проведения богослужения. Есть договоренность, что никто никуда не спешит. Лучше меньше, да лучше, лучше постепенно. То есть некоторые объекты, как сказать, можно будет законсервировать и оставить чуть-чуть на потом, поделить на очереди. Некоторые подлежат срочной реставрации, какие-то могут подождать. Это все является сейчас предметом внутренней работы, консультации, экспертизы и так далее. По словам Виктора Шалая, назначение визит-центра самое простое – знакомить с предметом, которому он посвящен, то есть с Владивостокской крепостью, давать базовый набор информации, обеспечивать в меру своих полномочий логистику, продавать билеты. Для жителей и гостей города экспозиция и визит-центр открыты с 12 сентября. Первым объектом Владивостокской крепости, где начнутся реставрационные работы, может стать форт Поспелого, либо форт номер один. Это будет зависеть от того, в отношении какого из объектов раньше удастся урегулировать бюрократические формальности. Максим Яковлев, Светлана Садовая, новости на восьмом. Уже в эту пятницу, 13 сентября, во Владивостоке стартует 17-й международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». В этом году его президентом стал известный российский актёр и режиссёр Константин Хабенский. А на звёздной дорожке можно будет увидеть Майкла Мэдсона, Уильяма Болдуина и Кристофера Ламберта. Накануне открытия фестиваля состоялась пресс-конференция, где подробно рассказали о масштабном событии. На ней побывала и наша съёмочная группа. Заслуженный артист России Константин Хабенский приехал во Владивосток. В этом году актёр стал президентом 17-го международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», в котором примут участие представители 50 стран. Накануне открытия фестиваля Хабенский принял участие в пресс-конференции, в ходе которой признался, что давно мечтал оказаться во Владивостоке. Я люблю Владивосток. Я здесь давно не был. Мы приезжали с гастролями Московского художественного театра. Я слышал и знал об этом фестивале и был приглашён не один раз, но не получалось. В этом году получилось. Я действительно счастлив, что президент, не президент. Президент спасибо огромное за доверие, но просто попасть и окунуться в кино ещё раз, «Кинофестиваль» для меня большая радость и большая честь. В этом году организаторы «Меридианов» решили не ограничиваться площадками кинотеатров, сделав фестивальную деревню, которая будет открыта для всех желающих на набережной спортивной гавани. Гостей здесь ожидают интервью, выставки, творческие встречи и, конечно же, кино. На фестивале главное, конечно, это кино, кинозалы. И мы очень много смотрим. Но когда ты выходишь из кинозалов, тебе хочется общения, обсуждения фильма, и не хочется уходить. И этого пространства всегда не хватает. Поэтому деревня – это как раз то место, где на берегу моря мы можем и пообщаться, и посмотреть фильмы. Кроме фильмов, гостей «Меридиан» ждут мастер-классы, творческие встречи с актёрами, кинокритиками и режиссёрами. В этом году на звёздной дорожке можно будет увидеть Майкла Мэтсена, Уильяма Болдуина и Кристофера Ламберта. В честь столетия корейского кино сформирована программа из ранних и поздних работ мастеров этого направления. Специальная программа будет посвящена китайской анимации. Отдельной интонации будет отмечен год театра в России. Фестиваль откроется показами двух фильмов – детективным триллером корейского режиссёра Ли Вон Тхе – «Гангстер-коп и дьявол» и мелодрамой Оксаны Карась «Выше неба». Кинофестиваль стартует уже в пятницу. Зрителей ждёт насыщенная программа, состоящая из 17 секций, развернута представляющих самые важные фильмы текущего сезона. Дмитрий Беломеснов, Евгений Черёмухин. Новости на восьмом. Однако не только фестивальные показы и музейные композиции можно увидеть во Владивостоке. Предстоящие выходные ожидаются богатыми на события. О культурных, развлекательных, познавательных и других площадках нашего города в традиционной рубрике «Афиша» расскажет моя коллега Катерина Матвеева. Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева. И сейчас всё о самых интересных событиях на ближайшие дни. Ботанический сад Институт ДВО «Ран» ждёт школьников на осеннюю программу «Кленовый переполох». Участники отправятся в интерактивную экскурсию «Мир кленов». После ребята закрепят материал в квест-игре. По завершению школьники сделают композицию своими руками на мастер-классе «Осенняя фантазия». Начало в 10.00, цена билетов 300 рублей. В Театре молодёжи состоится необычайное происшествие в двух действиях. «Ревизор» по пьесе Николая Васильевича Гоголя. Все чиновничьи посты спектакля занимают представительницы прекрасного пола. Но даже и женщины-чиновники, в первую очередь женщины, и кто же, как не Христаков, станет идеальным мужчиной для этих сильных прекрасных дам. На этот раз пьеса «Ревизор о любви». Начало в 18.30 стоимость билетов от 300 до 600 рублей. В рамках 17.00 кинофестиваля «Меридианы Тихого» в кинотеатре «Океан» пройдут лекции и мастер-классы. Многократный лауреат главной премии киноизобразительного искусства страны «Белый квадрат» Олег Лукичев даст мастер-класс на тему «Как стать оператором-постановщиком» и украсить своим мастерством любую картину. Он расскажет, где черпать вдохновение, для чего нужны ракурсы, как их применять на благо фильма и другие тонкости профессии. Начало в 18.30, вход свободный. Инсценировку «Кошки» по пьесе Валерия Зимина «Брысь» или «История кота Филофея» покажут в театре молодежи. Герои спектаклей «Кошки» рассказывают, как оказались в положении брошенных и обездоленных. Они собираются у доброго кота Филофея, который готов всех выслушать, дать совет, помочь. В каждом, кто к нему приходит, он умеет зажечь огонек добра и надежды. Начало в 12.00, стоимость билетов от 200 до 400 рублей. Турнир Альянса спортсменов Приморского края пройдет в спорткомплексе «Олимпиадз». Мероприятие посвящено 70-летию российско-китайских дипломатических отношений. Дальневосточные спортсмены проведут 9 профессиональных боев по боксу, ММА, кикбоксингу. Начало в 19.00, сцена билетов от 500 до 1500 рублей. Фитнес-зарядку в стиле «Зумба» проведут на набережной Цесаревича. Лицензированные инструкторы приглашают начать выходные с тренировки, которая больше похожа на вечеринку, где вы танцуете с друзьями. Надевайте удобную обувь, берите с собой воду и приходите сжигать сотни калорий под зажигательные латинские ритмы. Музыкальный пикник на форте Поспелого, приуроченный к юбилею Владивостокской крепости, состоится в краевой столице. В 2019 году форту исполняется 130 лет. В праздновании примут участие жители и гости нашего края, музыканты, историки, краеведы, творческие люди и одни из лучших поваров города. На протяжении двух праздничных дней по маршруту Центральная площадь Форт Поспелого будут курсировать автобусы. Отправление по расписанию. Начало в 11.00, проезд и вход бесплатный. В рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого» на сцене театра имени Максима Горького ставят народную комедию «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». Вся история спектакля разворачивается вокруг деревенского изобретателя Диогена, который вынашивает планы своих дивных проектов. И волей случая получает возможность воплотить их в жизнь. Начало в 18.30, стоимость билетов от 800 до 2500 рублей. Фестиваль Приморского края по спортивному туризму и безопасности жизнедеятельности «Осенний катамаранинг-2019» состоится в парке «Минный городок». Этапы – стрельба из пневматической винтовки, гонка на катамаранах, стрельба из лука и другие. Начало в 11.00, вход свободный. На этом у меня все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках города. И далее к новостям спорта. Хоккейный клуб «Адмирал» провел двухматчевую серию против «Челябинского трактора». Для приморцев это были первые домашние игры в новом сезоне. И если в стартовой встрече моряки победили, то в ответ на матчи гости взяли реванш. Подробности расскажет Максим Яковлев. Первая домашняя встреча в новом сезоне. Волнуются как хозяева, так и гости. «Адмирал» принимает «Челябинский трактор», причем играет с ним два дня подряд. Стартовая встреча в самом начале показывает, что обновленная приморская команда готова бороться. Во втором периоде моряки открывают счет. После хитрых перебросов шайбу закатывает «Вихарев». Уже через 9 минут «Адмирал» удвоил преимущество. «Бакош» буквально прошил ворота «Челябинцев». Гости ответили на этот гол довольно быстро. После выхода практически один на один с вратарем. Счет 2-1 надолго замер на табло. Весь третий период соперники боролись и удалялись. Было не до голов. А вот последние минуты получились довольно валидольными. Моряки рисковали пропустить и увести игру в овертайм. Но все же трактор нас не догнал. Передача на пятачок. Заметал из хитрых шайба у владений Олкинора. И владивостокцы подчищают собственный пятак. Но и, наверное, все. Когда 2-1 для нас было, там просто тяжело в кунцу было. Но все периоды тяжело. Хороший соперник. Когда я сказал, просто не очень рады, что сегодня с победой. Ответную встречу на следующий день «Адмирал», видимо, начал на кураже. Моряки открыли счет уже на седьмой минуте. Отличился Козловский. Гостей это явно не устраивало. Они хотели взять реванш, поэтому старались прессинговать. Трактор в итоге перебросал хозяев в два раза. 19 против 8. Во втором периоде эта статистика наконец пошла на руку челябинцам. Счет сравняли. А затем гости впервые вышли вперед после сольного прохода Косова. Время заканчивалось, и «Адмирал» решил поменять вратаря на шестого игрока. Ставка, увы, не сыграла. В последние 10 секунд Козловский по борту не удалось доставить шайбу к воротам. Василий Демченко и третья шайба влетает в ворота «Адмирала». Матч получился похожим на предыдущий, правда бросали в этот раз больше. Соперник постоянно был в нашей зоне. Возможно, если бы сделал на один сейф больше, может быть и выиграли тогда. Две игры подряд – это хороший опыт, и таких спаренных матчей будет немало. После заключительного матча домашней серии с «Борысом» моряки отправятся на тяжелый выезд. Будучи в гостях, «Адмирал» сыграет с «Динамо», «ЦСКА» и «Сочи», а завершат поездку приморцы дальневосточным дерби с «Амуром». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Автомобили в России могут подорожать в два раза. Очередное повышение ставок утилизационного сбора ожидается с 1 января. Пограничники усиливают присутствие из приморских вод сотнями, выгоняют северокорейских рыбаков, которые ведут незаконный промысел. Визит в Центр Музея федерального значения «Владивостокская крепость» открылся в год 130-летия оборонительного сооружения. Широкий ассортимент продукции местных производителей и выставка-ярмарка «Приморские продукты питания» порадовала жителей и гостей дальневосточной столицы. Меридианы Тихого в 17-й раз стартуют во Владивостоке. На звездные дорожки по традиции ждут голливудских гостей, а в кинотеатрах новых фестивальных показов. Моряки открыли домашний хоккейный сезон на счету «Адмирала». На льду фетисов арены уже одна победа и одно поражение. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8-го канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию, самые интересные события, оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-8812. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8-й канал. Главное – Владивосток. Среди спортсменов существует два уникальных достижения – подняться на Эверест и переплыть Берингов пролив. Дальний Восток гордится участием в межконтинентальном заплыве через Берингов пролив, который ежегодно проходит на Чукотке. Участники преодолевают рекордную морскую марафонскую дистанцию в 86 километров – от северных широт, от Чукотского мыса Дюжнёва до мыса Принца Уэльского на Аляске. Эстафета длится около 40 часов, где каждый пловец находится в воде по 20 минут, передавая эстафету друг другу. Пловцы не экипируются. Они плывут без гидрокостюмов, ласт и прочих деталей снаряжения. Оргкомитет заплыва не раз возглавлял экс-командующий Тихоокеанским флотом Константин Сиденко. Военные моряки также обеспечивали безопасность участников в пограничных водах. К слову, премьерный показ документального фильма «Беринг-2013» состоится 15 сентября в 14.40 в кинотеатре «Океан» в рамках кинофестиваля «Меридианы Тихого-2019». Трейлер фильма про полярных пловцов, достойных книги рекордов Гиннесса, смотрим без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Рокотская. Увидимся на «Восьмом». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok